Нескончаемые земельные вопросы о незаконном выдаче земель можно говорить долго, ну или очень долго. На этот раз наша съемочная группа посетила участки земель, где сейчас стихийно строят жилые дома, хотя эти земли сельхозпредназначения. Они находятся в Ламедунском и Ленинском районе. На самом деле наша работа сложная. В основном наши граждане при покупке участков не проверяют документы. И якобы, не зная, что эта земля сельхозпредназначения, берут и строят себе дом. И затем вот такая картина. Дома растут, как грибы. Вот здесь, в селе Мука, нужно 13 гектаров построенные незаконные дома. Мы обращались в правоохранительные органы и в техническую инспекцию. Но всё чётно. В социальных сетях Борно обсуждают незаконную выдачу земель именно в этих районах, поэтому со стороны полномочного представительства Кабинета министров Пачуйской области была создана рабочая комиссия, которые по завершению расследования дадут ответ обществу, как проворачивалась данная земельная махинация. По земельным вопросам создана рабочая выездная группа, которая уже побывала на местах. Они провели первое заседание. И в течение двух недель говорят, у них будет готов отчёт. Для этого они подняли весь документационный архив. Будем ждать итогов. Земельные споры были и будут. И здесь уже несколько лет. 300 гектаров земли хотят перевести на баланс Алмедунского Ай-Лук-Мэту. Но этот проект никак не может быть выполнен до конца. Я стала главой Ай-Лук-Мэту недавно. Из-за 300 гектаров земли между нашим и Алмедунским Ай-Лук-Мэту имеются споры и недопонимания. Но я думаю, создана специальная комиссия, и данный вопрос решат правильно и мирно.